Пророк, саласалям, делился той пищей, той едой, тем, что у него было. Он и его друг настолько голодны, что вот-вот ослепнут и оглохнут. Можете себе представить это? Мы пришли к пророку, и мы сказали, о, посланник Аллах, мы очень сильно голодны. И подняли, оголили свои животы. И у каждого было по камню. И тогда пророк, саласалям, оголил свой живот, а на его животе два камня. Мы продолжаем с вами разбирать, наверное, я не ошибусь, да, самый большой раздел. Именно в этой рубрике, он, именно этот раздел, который мы с вами начали, и на нем остановились, это отношение пророка, да благословите его Аллах и приветствует, к бедным и нуждающимся. То есть более 50 страниц, которые повествуют нам различные, различные эпизоды из жизни посланника Аллаху Сауэм, как он относился именно к этой категории людей. И я подчеркиваю, это самый большой раздел в данной рубрике. То есть это указывает на что? На то, что, наверное, что ввиду актуальности, ввиду того, что таких людей всегда больше, то есть людей нуждающихся, бедных, больше, нежели тех, кто достатки. Аллах, конечно, знает лучше. И последнее, на чем мы остановились, это случай с Абу-Бакром и его сыном. Я не буду пересказывать и сразу приступлю к следующему параграфу, пункту о том, что пророк, савалу Сауэм, делился той пищей, той едой тем, что у него было. А порой у него были всего лишь финики и вода. Микдад ибн Амр передает. Однажды я и мой друг вот-вот лишились слуха, то есть оглохли, вот-вот оглохли, вот-вот ослепли. От чего? От голода. Он и его друг настолько голодны, что вот-вот ослепнут и оглохнут. Можете себе представить это? В современное время вряд ли, наверное, это можно представить. Во всяком случае, здесь в Украине, хвала Аллаху, нет такого. И мы начали ходить, что? По людям. Быть может, кто-то их пригласит. То есть с намерением, что это кто-то их пригласит. Но никто их не пригласил. Потому что у всех нужда. Большинство людей бедные, нуждающиеся. И мы пришли к пророку. И мы сказали, о, посланник Аллах, мы очень сильно голодны. И мы пошли просить у людей. Но никто нас не пригласил. И мы пришли к тебе. И он пошел вместе с нами домой. А тут у него в доме, то есть в хозяйстве, три козы. И пророк сказал ему, Миктаду, его другу, То есть вы оставайтесь у меня, будете доить этих трех коз. И все, что надоете, мы будем по очередности пить. Это он имел в виду. Миктад говорит, и мы, говорит, что доили этих коз. И каждый из нас пил свою долю молока. А затем мы оставляли долю молока пророку. Мирим. Наступала ночь, и пророк заходил к нам и давал салям. Но давал салям таким образом, что он не будил спящего, а бодрствующий мог его слышать. То есть умеренным голосом говорил саляму аликру. Затем он отправлялся в мечеть, мечеть была рядом, молился, затем приходил и выпивал свое молоко. Что говорит Миктад? В этом случае уже разбирали, но повторно, оно очень интересно. Молока же мало, а ничего нет, кроме молока. Молоком насытиться сложно, но можно. И вот пришел сатана однажды ночью ко мне. Я уже выпил свою долю молока. И что? И он начал научать Микдаду. К Мухаммаду приходят ансаровцы. Они ему дарят, и он получает от них подарки. Он не нуждается в этом глотке молока. И Микдад говорит, я, поддавшись этим научениям, взял и выпил это. То есть долю пророка выпил. Далее Микдад говорит, И когда молоко проникло в мое чрево, и я понял, что уже все, то есть, ну все, вот я совершил этот проступок, то есть уже не вернешь то, что сделано. То есть сатана начал опять ему наущать, но уже что? Вселять ему чувства позора, стыда и так далее. Говоря ему, горе тебе, что ж ты сделал? Ты выпил долю Мухаммада? А вот он придет, и не найдет это свое молоко, и начнет молиться против тебя, и ты будешь погублен, и ты лишишься своей дунии, и мужской жизни, и грядущей жизни. То есть начал его пугать таким образом, наущать ему эти вещи. Мехдад, говорит, передает свои ощущения. На мне, говорит, была накидка, когда я ее натягивал на ноги, оголялась моя голова. Когда я натягивал ее на голову, оголялись мои ноги. И он, говорит, я пытался укрыться, и никак не мог укрыться, и не мог уснуть. Что же касается моих двух друзей, их было двое, оказывается, то они уснули, и не поступили так, как поступил я. И вот он наступил, момент истины, то есть момент, когда приходит пророк. Пророк пришел, дал салям, как обычно, затем отправился в мечеть, помолился, затем пришел за своим молоком, чтобы попить. Открыл посуду, а там пусто. Мехдад же не спит, делает вид, что спит. Теперь пророк, саляму, поднял голову на небо, и тогда Мехдад сказал, сейчас он сделает мольбу против меня, и я буду погублен. Тогда пророк сказал, Аллахума ат'амман ат'амани, то есть пророк сделал дуа, О Аллах, накорми того, кто накормил меня. Уаски манаскан, напои того, кто напоил меня. Удивительно, да? Но эти слова пророка, эта мольба пророка, сподвигла Мехдада к необычайному поступку, к дивному поступку. Я бы так сказал. Что говорит Мехдад? Мехдад говорит, я взял эту накидку, туго завязал ее на себе, взял нож и отправился, то есть взял самую крупную овцу, решил ее зарезать. Решил ее зарезать, чтобы накормить пророка, чтобы удостоиться его мольбы. В этом смысле. Понимаете? И как только он хотел это сделать, он вдруг и обнаружил, что вымя коз наполнено молоком. Всех трех коз вымя наполнено молоком. И он взял ту посуду, в которой обычно семейство Мухаммада набирало молоко, надоевало молоко и начал, что? Доить этих коз, наполнять эту посуду до тех пор, пока она не покрылась пленкой. И после этого он пришел к посланнику Аллаха и сказал, и пророк ему и у него спросил, Вы попили сегодня молока этой ночью? Миклад говорит, О посланник Аллаха, пей. То есть он не стал отвечать на вопрос, сказал, пей. И дал ему чашу или посуду. И когда я узнал, это Миклад говорит, что пророк насытился, я удостоился его мольбы, он же хотел удостоиться его мольбы, я засмеялся, то есть захохотал так, что упал на землю. И тогда пророк сказал, Ихда Сау Ати Кая Миклад. Это что за, как это перевести, что за, да, что за типа выходка или качество Миклад. Факульту, О посланник Аллаха. И он начал пересказывать вот эту всю историю, что с ним было, как шайтан пришел, что сказал, что он сделал и так далее. На что пророк мир ему сказал, это всего лишь милость от Аллаха. Афалакунта адзентани фанукиду сахибайна. Не позволишь ли ты, чтобы мы разбудили твоих друзей, чтобы они удостоились ее. Имеется ввиду его мольбы. И тогда он сказал, клянусь тем, кто направил тебя с истиной. То есть, коль я уже удостоился твоей мольбы, пусть удостаиваются остальные люди. Вот такая удивительная история с Микладом. Другая история с Абухурейры передает, что некий мужчина пришел к посланию к Аллаху сказал, инни и мачуд, я выбился из сил. И он отправил к своим семьям, к одной семье, однако там ответили, клянемся тем, кто направил тебя с истины, у нас нет ничего, кроме воды. Затем он отправил к другой семье, там же также ответили, клянемся тем, кто направил тебя с истиной, нет у нас ничего, кроме воды. И тогда посланник Аллаха сказал, это дивная история на самом деле, очень, наверняка многие ее слышали, но каждый раз, когда ее слышишь, иман наполняет сердце. И тогда посланник Аллаха, мир ему сказал, нет ли мужчины, который пригласит этого человека к себе в гости этой ночью, да помилует его Аллах. И тогда некий ансарас сказал, я о посланник Аллаха, и он отправился, сказал своей жене, а креми байфарасу лилля, у гостей на корме гостя посланник Аллаха. Но женщина, как и любая женщина, в те времена, что сказал? У нас нет еды, кроме как еды для наших детей. Бедность. Повсеместная бедность тогда была. И тогда он сказал, приготовь еду, зажги лампу, усыпи детей, если они захотят поесть, поужинать. Когда войдет наш гость, то сделай вид, что ты пытаешься потушить лампу, мы покажем вид, что мы едим, и когда он начнет наклоняться, садиться и так далее, то ты встанешь и окончательно погасишь, потушишь эту лампу. И она так и поступила. Приготовила еду, зажгла лампу, усыпила детей, затем встала, словно она пытается починить лампу, и погасила эту лампу. Они начали делать вид, то есть муж с женой в темноте, что они едят, ну и, соответственно, их гость ел ту еду, в принципе, которая была только для него. То есть дети уснули голодными, он и она остались голодными. Наутро что случилось? Наутро посланник Аллаха в мире ему сказал, «Аллах засмеялся этой ночью или удивился вашему поступку и не спослал аят И они отдают предпочтение, то есть имеется ввиду ансаровцы, отдают предпочтение другим людям, тем, которые прибыли, мухаджирам, даже если у них есть хасаса, нужда, то есть острая нужда. Даже если они сами нуждаются в этом. Амайюка шуха навсиги, а кто обезопасит свою душу от скупости, алчности, ведь они те, которые обрели успех. Еще один пример от Ибн Аббаса. Пришли некие два мужчина, двое мужчин с одной и той же просьбой или с одним и тем же вопросом. Один из них заговорил, и у него изо рта был запах, то есть неприятный запах шел изо рта. Тогда пророк сказал, не воспользуются ли тебе сиваком? Сиваку – это зубочистка, да? То есть это сонна пророка, тогда сиваком чистили зубы. Я бы это сделал, но, однако, я не ел уже три дня. Он имеет в виду, я это сделаю, но вряд ли мне это поможет. И тогда пророк дал указание некому человеку, который принял его и накормил. Вот такой был пророк и его сподвижники. Пророк сопереживал им, то есть в терпении, в том, что их постигало и так далее. То есть был таким же, как и они. Был одним из них. Саммак Ибн Харб передает. Я слышал, как Наман, обращаясь к людям, сказал Однажды Омар обратился к людям, рассказывая о том, что их постигло из мирского, а затем сказал Я видел посланника Аллаха, как он днем искривлялся, имеется в виду, от голода искривлялся. Он находил даже финика плохого, самого плохого финика. Бывают финики хорошие, бывают финики упали, высохли и так далее. Да, когда это самые плохие финики, да? Не отборные какие-то хорошие финики, а плохие финики. Которым бы он мог бы наесться или поесть, которые он мог бы поесть. То есть, этот пример нам показывает, что Пророк Саусалам точно так же, как и все эти бедные, нуждающиеся, несмотря на то, что он был пророком, главой государства, хотите, духовным лидером и так далее. Он был одним из них. Абу Хазим сказал Я видел, как Абу Хурейра указывал пальцем по несколько раз и говорил Кренусь Тем, в чьей длане душа Абу Хурейры Пророк Аллаха и его семья Не насыщались три дня подряд Пшеничным хлебом То есть, не было такого в жизни Пророка Чтобы он три дня подряд насыщался хлебом Обычным хлебом, зерновым хлебом До тех пор, пока он не покинул этот мир В версии Бухари Ма шаби' алю Мухаммад мин та'ами саля сати айям хатта кубит Семейство Мухаммада не насыщалось едой То есть, в общем, три дня подряд До тех пор, пока он не покинул этот мир Или его душа не была отобрана Пока он не умер Айша Да будь доволен ее, Аллах говорит Однажды сказала Арви О сын моей сестры Мы наблюдали за новолунием То есть, видели новолуние То есть, наступала новолуние Новолуние – это наступление новых месяцев Раньше так месяца определяли Затем видели еще одно новолуние Затем еще одно То есть, получается, три новолуния проходили А в домах посланника Аллаха В семьях посланника Аллаха Не зажигался очаг То есть, не было горячей пищи Они ничего не готовили Иными словами То есть, если что-то ели, пили То это было нечто холодное Финики, вода и так далее Три новолуния И тогда Аурва Племянник Аиши Которому она это рассказывает Говорит «О, тетя, чем же вы жили? Как вы жили? Что ели?» Она говорит «Мы ели две черные Аля свадан» Две черные – это образ Имеется в виду Финики и воду За исключением того, что иногда Посланнику Аллаха Гости из числа ансаров Приносили нечто в дар В подарок И давали То есть, это было молоко И еще что-то такое Это Аиша рассказывает Своему племяннику Аиша говорит «Вот умер пророк И на моей полке Умер пророк И на моей полке Не было, не осталось Ничего такого Что могло бы съесть Живое существо Имеющее печенку Но имеется в виду Человек Что мог бы съесть человек За исключением Чуть-чуть На полке у меня И так далее Также Аиша говорит Всякую еду Которая употребляла То есть В пищу семейства Мухаммада То есть Две еды в день Обязательно Одна из них была Финики То есть Еда была Очень-очень Как это сказать Не было Первое Второе Десерт Напитки Джабель ибн Абдуллах Рассказе о том Как они рыли ров Передает Ров Огромный ров Подготовка К осаде Медим Знаете Это все Истории Удивительная История Надо было За короткий Промежуток Времени Вырыть Огромный ров Глубиной Три с чем-то Метров Протяженностью Километры И они Роют И вот Они столкнулись С огромным С огромным Камнем И ни один Инструмент Ни одна Кирка Не берет Этот камень То есть Ничего Они не могут Сделать И обращается Пророк И он говорит Сейчас я спущусь Я приду Затем он встает И они видят Как у него На животе Привязан Камень Камень Пророк Привязал Камушек Для чего? Наверное сложно Это представить У нас обратный эффект Обычно В современной То есть То есть То есть То что Живот Больно Животу То есть Он вплющился У нас Обратный Эффект Современный И Пророк Затянул Его И мы Этот Сподвижник Который Рассказывает Эту историю Он говорит Мы три дня Ничего не ели То есть Они роют Работают И три дня Ничего не ели И тогда Пророк Савасарем Взял кирку Ударил И она Рассыпалась Ну там Длинная история На самом деле Пророку Были показаны Дворцы Хасроя Дворцы Цезаря И так далее Удивительная история Но тут Акцент На другом Что у пророка Был Камень На животе Как и у всех Других Абу Тульха Передает Мы Пожаловались Посланнику Аллаха На голод И подняли Оголили Свои Животы И у каждого Было По камню И тогда Пророк Савасарем Оголил Свой живот А на его Животе Два Камня Пророку 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 Пророку